Древнеегипетская цивилизация В Египте, в соседних с ним областях, имелось почти все ему необходимое. Горы, замыкавшие Нильскую долину, были богаты различными породами камня – гранитом, диоритом, базальтом, алебастром и т.д. В самом Египте металлов не было, поэтому они добывались в прилегающих к нему областях – на Синайском полуострове медь, в пустыне между Нилом и Красным морем золото, на побережье Красного моря свинец. Египет занимал выгодное географическое положение. Средиземное море соединяло его с Переднеазиатским побережьем, Кипром, островами, Эгейского моря и материковой Грецией. Нил представлял собой важнейшую судоходную нить, связывавшую Верхний и Нижний Египет с Нубией – Эфиопией. Государство До образования в Египте целостного государства он представлял собой отдельные части, которые в ходе долгой войны были объединены в результате победы 3000 года до н.э., тогда еще отдельного Верхнеегипетского царства. Начало летописной традиции в Египте связывают с основателем первой династии царем Мином, который по преданию основал столицу на стыке объединенных царств, воздвигнув плотину для того, чтобы защитить новый город от наводнения. При царях первой династии египтяне стали постепенно продвигаться за пределы своей страны – в Нубию, Ливию, Синайский полуостров. Одной из главных функций царской власти была организация оросительной системы в Нильской долине и поддержание ее в порядке. С первой по седьмую династии Египет обладал огромной властью. Государство приобретало черты централизованной деспотии, опиравшейся на разветвленный бюрократический аппарат, чьей основой являлись обширные ресурсы земли, рабочие силы и продукты питания. Первым лицом после фараона был верховный сановник, он же главный судья, исполняющий множество разных функций. В конце правления пятой династии власть фараонов начинает ослабевать. Истощенный строительством и социальными противоречиями, Египет к началу правления седьмой династии окончательно распался на полузависимые номы, а к середине 23 века до н.э. в Египте царствовал период упадка и внутренней раздробленности. Во время смут растительная система пришла в негодность, население страдало от жестокого голода. На египетский престол претендовали два объединительных центра – Гераклиополь на севере и Фивы на юге. Победителями из этой схватки вышли Фивы. В направлении одиннадцатой династии приходится расцвет Среднего царства 22-18 века до н.э. Многочисленное строительство крепостей, начало использования бронзы, возникновение производства стекла, создание большого водохранилища, новой растительной системы, восстановление прежней силы сельского хозяйства, появление множества мелких и средних хозяйств. В эпоху Среднего царства по-прежнему сильны позиции номовой знати, но все большее значение приобретают люди незнатного происхождения. Важную опору царской власти составляло приближенное воинство. Главными создателями богатства страны являлись хемуу, не суд. Царские хемуу. Лишенные прав собственности на оружие и средства производства, они использовались в царском, храмовом и частном хозяйстве. Рабы баку, известные еще в эпоху Древнего царства, составляли лишь часть личного имущества собственника и могли быть куплены или проданы. На рубеже XVIII-XVII веков до н.э. Египет, вновь впавший в состояние раздробленности, оказался легкой добычей гексосов, торгшихся из Азии. Их владычество длилось 100-150 лет, и предание о нем, как о страшном времени, жило на протяжении всей древней истории Египта. Гексосы не были исполчены и не могли образовать единую державу. Правители Фив, оставаясь относительно независимыми, возглавили борьбу против завоевателей. Яхмас I, родоначальник XVIII династии, овладел крепостью гексосов Аварисом и довел борьбу с завоевателями до победного конца. Так началась эпоха Нового Царства, 1580-1085 годы до н.э., время правления XVII-XVII династий, при которых Египет занял ведущее положение в Восточном Среднеземноморье. При фараоне Тутмосе I, вторая половина XVI века до н.э., Египет превратился в мощную державу, южной границей которой продвинулась за третий порог Нила. Тутмос I совершил поход к Ефрату и разгромил в северной Месопотамии государство Метании. На первую половину XIV века до н.э. приходится царствование Аменхотепа IV Эхнатона, с именем которого связана важнейшая религиозная реформа. Эпоха Нового Царства была для Египта периодом не только новых завоеваний, но и бурного экономического роста, стимулированного притоком в страну огромного количества сырья, скота, золота и рабочей силы в виде пленных. Во времена Нового Царства отмечалось широкое применение труда рабов, но основным производителем материальных благ по-прежнему оставалось трудовое население Египта, опутанное всевозможными видами повинностей. К началу XI века до н.э. в Египте образовалось два царства – Нижнеегипетское с центром в Танисе и Верхнеегипетское в Фивах. К тому времени Сирия, Финикия и Палестина уже вышли из-под влияния Египта. В 525 году до н.э. персы во главе с царем Камбизом захватили Египет и надолго установили в Египте свое господство. Египет же несколько раз добивался кратковременной независимости от персидских властей 28-30 династии, пока не был завоеван Александром Македонским в 332 год до н.э., в котором египтяне первоначально видели освободителя от гнета персов. Время фараонов закончилось, началась следующая эпоха. Субтитры создавал DimaTorzok